70 лет назад в США вспыхнул большой уголовно-политический скандал, старательно описанный многими американскими газетами Daily Mirror, Telegram, Globe and Mail и другие, и также старательно замолчанный украинскими диаспорными. Суть дела была такова, в ноябре 1938 полиция Нью-Йорка разоблачила банду гангстеров, занимавшуюся похищениями, шантажом и убийствами людей. И состояла она, из активистов АДВУ, Дмитро Гула, Йосип Сакода, Декнис Д. Вирго и другие мафиозы в принудительном порядке страховали украинцев диаспорян на значительные суммы, некоторое время платили за них взносы, а затем подопечный скоропостижно умирал и на счет АДВУ поступала кругленькая сумма. В 1930 году Гула унаследовал 2000 долларов за некое ВП. Келлигера, который сгорел на пожаре при загадочных обстоятельствах. В январе 1931 Гула получил страховку еще за одного неудачника, убитого неизвестными злоумышленниками. Летом 1931 ненайденный автомобиль переехал рабочего Павльского, страховку за которого 35 тысяч долларов перешла тому же Гуля. Кто-то падал с Бруклинского моста, кто-то травился самогоном, а кто кончал жизнь самоубийством. Банда применяла и другие методы работы. В декабре 1937 Гула и Сакода выкрали бизнесмена. Фриды и потребовали за него у родственников выкуп в 200 тысяч долларов. Когда дело затянулось, они застрелили Фриды и сожгли тело в печи центрального отопления резиденции АДВУ. После чего продолжили вести переговоры с его родственниками, пытаясь вытянуть побольше денег. 18 апреля 1938 года средь бела дня в Бруклине они похитили Фарбера, привезли его с завязанными глазами в резиденцию АДВУ и заставили написать записку родственникам про выплату 25 тысяч долларов. Правда, семья смогла собрать только 1900, пришлось согласиться. Следующей жертвой стал 19-летний Че. Миллер, похищенный на Лонг-Айленде вместе с приятелем, которого позже отпустили для исполнения роли посредника. Пока Миллер сидел в подвале АДВУ, его родственники собрали 13 тысяч долларов, пополнившие кассу мафиозов. В вышиванках. Украинцы из Ганга Гулы не брезговали и другими, традиционными для Америки 1930-х методами, например, бутлегерством, незаконное изготовление и спекуляция паленой водкой, большая часть которой потом реализовалась через бар-резиденции АДВУ. А в подвале Украинского национального центра полиция нашла настоящую пыточную камеру. Пока наверху спевали девчата в вышиванках, внизу шла другая работа, следы которой были обнаружены, дырки от пуль в стенах, пятна крови и мозгов на полу и человеческие кости под полом. Здесь же хранилось самогонно-разливочное оборудование и пулемет немецкого производства. Шумный судебный процесс завершился два смертными приговорами. Гулы, получившие кличку украинского Аль Капони и Сакода, сели на электрический стул, двое других мафиоза получили пожизненную каторгу. Но добытые кровью доллары так и не были найдены, видимо, уже успели перелететь океан, осев на личном счете коновальца в банке Роттердама.